И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат. В Иркутске час ночи. Март месяц для меня чудесный, это все-таки март мой месяц. Так много интересных событий, не могу не поделиться, тем более, что сейчас произошел очень волнительный разговор, очень интересный, очень полезный, очень волнительный разговор с Москвой. Мне сейчас звонили из Москвы. Да, последние события на меня наложили такой болезненный отпечаток. Действительно, я нахожусь в состоянии гипертонических кризов, да, как это говорится. Буквально каждый день пью какие-то таблетки, постоянно высокое давление. Ну, это отдельный разговор, и мне прямая дорога сейчас к врачу. И, о чудо, я сегодня вечером наткнулся на два, на один, вернее, сайт, вот здесь, я их покажу потом, где, прямо для меня, ну, вот как будто бы специально, да, и для иркутян именно. Вот написано, вы из Иркутска, подождите, кричат, мне взывают, да, город Иркутск, вашего региона к нам поступает, т, 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 только один день, 26 марта, о чудо, это сегодня, да. При оформлении заказа всем местным жителям лекарство предоставляется, обратите внимание, бесплатно, получить бесплатно, да, гипролект какой-то, не будем называть, ну, вот так написано на сайте. Я это все и адреса приложу, и все на свете приложу, заказать бесплатно, избавляет от гипертонии за 21 день, нормализует давление, постанавливает сосуды на 93%, обратите внимание, не на 92, не на 94, на 93. Ну, понятно, любому человеку понятно, что лохотрон во всем его вот этом феерическом виде. Ну, что не сделаешь из-за здоровья, я, конечно, знаю все эти прибамбасы, я сам занимался рекламой, я не глупый человек, я прекрасно понимаю, что это все обозначает. Ну, а, как говорится, попытка не пытка, мне даже интересно вообще, как в эту игру поиграть, кто кого обыграет, да, конечно, остается там где-то какая-то мизерная надежда, что, а вдруг на этот раз не обманут, а вдруг что-то все-таки произошло с совестью людей, и, может быть, они все-таки, ну, хоть немножко, там, что-то, когда касается здоровья, больных людей и так далее, и так далее, я заполнил, вот тут, ну, тут немного надо ввести имя и телефон, понятно, для чего, да, ну, телефон я ни от кого не прячу, имя тем более, я это все заполнил. Ну, а дальше началось самое интересное, это буквально сегодня, это произошло где-то часа два назад, вот, то есть, вот, полдвенадцатого где-то. И тут же, где-то минут через пятнадцать раздается звонок, я смотрю по определителю, это Москва со мной говорит, да, ну, девушка натренированная, убедительным голосом, все очень интересно, все красиво, да, она мне рассказала про чудесные качества этого, ну, вы, наверное, догадываетесь, чем все это закончилось, конечно, это разводилово полное, но я записал это все на диктофон, весь этот разговор, почти полчаса, полчаса мы говорили, сначала полчаса, минут двадцать говорила она, и рассказывала мне про чудо лекарства, и про то, что, ну, это, это все под эгидой министерства здравоохранения, проверено, патентовано и так далее, и вот, страшно мне повезло, что, значит, я вот попал под эту, значит, вот, и вы знаете, где-то в какой-то момент я даже начал верить. Думаю, ну, где же меня обманут-то, где же меня обманут-то, ну, долго ждать не пришлось. Обман тут же раскрылся, как только она сказала, что мы вам посылаем, там, значит, две упаковки бесплатно, а полный курс будет стоить вам пять тысяч рублей, ну, и так далее. Интереснейший разговор произошел, потому что я предлагаю его все-таки послушать. Ну, послушайте, я там где-то в середине, наверное, вырежу часть звука, потому что, ну, минут пятнадцать мы говорили очень, ну, прямо она как терапевт меня выслушала. Она, я ей рассказал, действительно, я действительно, у меня давление сто шестьдесят, двести и так далее, почти каждый день я пью эти таблетки и так далее. Все я это рассказывал, она мне все объясняла, она мне рассказала про мои сосуды и так далее. И вот эту вот длинную-длинную свою медицинскую историю я, конечно, наверное, уберу. Ну, запись у меня это есть, телефонная вся, все полчаса, а вам предлагаю наиболее интересные фрагменты этой записи. Особенно прошу обратить внимание на концовку нашего разговора. Мне кажется, мне кажется, при прощании, когда мы уже расставались, голос у девушки дрогнул. Это была как раз моя задача всего этого спектакля. Мне кажется, она все-таки что-то поняла. Послушайте эту запись. А завтра я предлагаю, ну, я ее выложу, я выложу это видео, ну, это не видео, это аудиозапись. Завтра я предлагаю нашим журналистам все-таки, ну, тем, кто в этом деле специализируется, нашим медикам и нашим юристам. Вот тут есть адреса, вот есть телефон, я это все покажу. Есть вот сайт, я там сказал и сейчас скажу. Это чистой воды мошенничество. Причем мошенничество не на каких-то лохах, которые, может быть, и достойны того, чтобы их обманывали. А это мошенничество на больных людях. Да. Это уже, это уже за гранью нравственности. Послушайте этот разговор. Кому лень слушать, послушайте его последнюю часть. И выскажите свое мнение. В конце концов, земляки, товарищи, дорогие, ну, сколько ж мы будем терпеть-то? Ну, у нас действительно фраза есть, а бывает, как лохов со всех сторон. И уже когда святого касается, то, ну, сколько можно молчать, а? Давайте что-нибудь предпримем. Ну, вот я сделал вот это. Я потратил на это вот три часа времени. Там запись и так далее, и так далее. Подсоединитесь кто-нибудь из разумных и совестливых людей. Ну, дадим этому вот делу, скажем так, какое-то более практичное направление. Ну, если надо, я поприсутствую, еще что-то, как-то свой голос еще дополнительно внесу. Ну, вот мой вклад. А теперь я жду от всех, кого беспокоит та фальшь, которая сегодня заполонила все жизненное пространство. Слушаем. Алло, здравствуйте, Олег. Да, я не понял, кто кому звонит, я вам или вы мне. Мы вам звоним. Точно? Олег, меня зовут Виляна, старший специалист по средству для нормализации артериального давления, Гиперолек. Звоним по поводу вашего заказа. Скажите, Олег, оставляли заевку на сайте? Да. Удобно сейчас разговаривать вам? Я отвлекаю вас. Ну, если не считать того, что у вас в Москве еще вечер, а у нас уже полночь, ну, говорите. Поняла, извините тогда, что отвлекаю вас. Вот в целом тогда уточните, если для себя заказываете, еще раз, в какого региона города к нам обращаетесь? В Иркутск. В Иркутск? Да. Вот, тогда я вас более детально проконсультирую. Уточните, вы заказываете для себя, да? Да. А сколько вам лет сейчас? 65. А как давно, в принципе, присутствует гипертония? Ну, острая вот сейчас кризисы у меня. Я скорую вызывал недавно. Около месяца. Гипертонический кризис, да, был? Да, их несколько уже было. Угу. Обострение пошло. Скажите, при этом гипертонический кризис был более 200, там, например, на... Да, когда я вызывал скорую, было 200. А сейчас ежедневно держится около 160. Ого. Это на рабочей норме, да, у вас? Да. При этом чувствует себя... Ну, редко снижается до 140. Олег, учитывая вашу ситуацию, то, что, ну, вот на данный момент у вас есть возможность перевести гипертонию в стадию ремиссии, и над этим вопросом каждый день не... Как бы можно сказать, с этим вопросом каждый день не сталкивается. Поэтому вам нужно будет гиперолект применять как минимум на протяжении месяца времени, даже если вы не видите повышения давления. То есть при меряете давление, оно у вас нормально, все равно выпиваете препарат. Почему? Потому что он действует непосредственно постепенно. Да, ну, понятно. Соответственно, поскольку там нет химических добавок. Да, да. А у вас инструкция, если что, в середине будет присутствовать также документация по препарату. Соответственно, сам препарат, он вначале очищает сосуды от мелких тромбов и нормализует кровообращение. Устраняется такие резкие скачки давления, потому что кровообращение нормализуется у вас. И далее происходит коррекция стенок сосудов. Это очень важно. Почему? Потому что у вас вот эти стенки сосудов, они могут быть сейчас вот расширены, либо слишком сильно сужены. Поэтому вам важно это устранить вот эти возрастные изменения сосудов, растяжку сосудов, которые присутствуют. И они уже будут приобретать свой нормальный тонус. Это приводит уже к нормализации давления по вашей рабочей норме. Ну, вот это какая-то, около 140-130 будет. И при этом стабилизируется сердечный ритм. Это очень хорошая профилактика против, ну, так же, гипотонических клиентов и инфарктов и инсультов. И я отмечу также, что после захождения курса лечения вам не будет, как бы, нужно беспокоиться о риске повторного проявления заболевания. Только если там будут какие-то действительно стрессовые ситуации частые, либо вы поменяете свой образ жизни, либо что еще может случиться. Ну, то есть, в целом, вам к этому вопросу беспокоиться, как бы обращаться повторно не нужно будет. Мы вам все гарантии качества предоставлены, потому что препарат проходит клинические исследования. Каждый год у нас есть свои статистики, соответственно, мы можем предоставить действительно качественный препарат. Вот, в целом, насколько я понимаю, вы на такой результат рассчитывали, верно? Ну, в общем, об этом только мечтать можно. Да. Насколько понимаю по вашим симптомам, сейчас вот есть возможность нормализовать давление по норме вашей. То есть, в целом, конечно, за вашим номером телефона сейчас федеральная программа, она закрепляется. Возможно, видели, сейчас по Иркутску хорошее проходит, в принципе, программа от Минздрава. Вот, соответственно, вы сможете в дальнейшем, если кому-то из ваших близких нужно будет, либо для себя заказывать уже по программе такое. Вот, учитывая вашу ситуацию, для того, чтобы полноценно уже устранить проблему, подходит программа лечебно-профилактическая. Это пять упаковок гиперолекта, из которых две упаковки за вас оплачивает Минздрав. Также последнюю упаковку получаете в подарок от нашей компании по половину стоимости, то есть, скидки 50%. И вместе составляет это не 9 900 рублей, а 4 950 рублей сейчас. При этом тоже заставка заплаты не наносится. В принципе, вам надо было с этого начинать, наверное, потому что мы так много с вами времени потратили на наши выяснения, а заканчивается все-таки 5 000 рублей. Я примерно так это и предполагал, что бесплатный сыр у нас не бывает, даже по всем этим социальным программам. В общем-то, я вас понимаю, но я все-таки, наверное, не то чтобы откажусь, но я не знаю, честно говоря, мне надо подумать, что это все обозначает, потому что, ну, тут явный обман происходит, было обещано все это бесплатно, да. И все-таки человеку с пенсией в 10 000 рублей сначала обещать бесплатно, а потом говорить через полчаса, что это будет стоить там 5 000 рублей. В общем, я считаю, что это очень тактично. Ну, поскольку у вас такой милый голос, вы так много на меня потратили времени, ну, видимо, работа такая, да. Ну, давайте продолжим, что там дальше-то нужно будет. Я получил от вас что-то вообще бесплатно, или все-таки вы от меня требуете деньги? Смотрите, Олег, я вас понимаю, потому что на сайте сейчас всей информации нет, соответственно, здесь уже, конечно... Ну, то есть идет обман, да? Неудобно. Ну, хорошо, да. Ну, с этими, в принципе, с вами согласна, потому что на сайте всей информации нет, нам обращаются люди, соответственно, нам нужно каждого проконсультировать. А что это за социальная программа? Она официальная? Да, да, она официальная, соответственно, проходит по количеству упаковок, то есть бесплатных. Здесь уже как, я могу вам объяснить, здесь как она действует. У вас половина стоимости выходит бесплатно. Ну, красивая, ну, красивая разводка, разводка красивая. Я аплодирую всем нашим мошенникам при медицине, я понимаю. Вы сама-то медик? Нет, я не медик. Ну, слава богу, вы по рекламе специалист. Ну, понятно, вы клятву Гиппократа-то не принимали, я понимаю. Ясно. Ну, хорошо, я вот весь наш разговор, да, записал и вообще, как бы, скриншоты сделал. Я, конечно, сейчас это все выложу на Ютубе и в интернете. Вот, и, конечно, я ославлю вот этот сайт и, в общем-то, наверное, подам какую-то жалобу в официальные органы по поводу мошенничества. Так что, ну, будем вместе с вами бороться, да, с этими делами, наверное. Хотя у вас есть, можете передать вашему начальству, если идет запись у вас на диктофон, у меня, по крайней мере, идет, да, передайте вашему начальству. Если они все-таки мне предоставят это бесплатно, как они обещали, то я, конечно, не буду устраивать из этого какие-то вот такие публичные разборы. Поэтому есть возможность, вот, как бы, у вас все-таки проявить, ну, я не знаю, как это называется, порядочность, да. Олег, в целом я вас понимаю, потому что вы этим препаратом ранее не пользовались. У вас в любом случае сомнения в качестве фирмы, да, или в качестве самого препарата будут. Поэтому, в целом, вот, например, что касается пробной программы, чтобы вы получили и упаковки бесплатные, и, соответственно, смогли попробовать увидеть эффект от препарата. Вот, в целом, я могу вам предложить просто курс поменьше, это на две упаковки. То есть, одна идет по себестоимости, вторая по акции бесплатна. То есть, соответственно, по стоимости это выходит тоже, то есть, одна упаковка без акции у нас 1980 рублей. Вторая от Минздрава получается бесплатна, с учетом доставки это 2380 рублей. А в Минздраве где я могу проконсультироваться по поводу этого аппарата, препарата? То есть, вы говорите, что это от имени Минздрава? То есть, вы говорите, это делается от имени Минздрава? Я, скажем, в Иркутском нашем местном отделении Минздрава могу что-то вот связаться с вами, так сказать, делать это вот все-таки не по телефону, а более официально. Так что, ну, вдруг вы меня, извините, ну, не вы лично, понятно, да, вы меня угробите, да, этим экспериментальным аппаратом? Ну, а мне экспериментальный. В Танке уже довольно давно, то есть, более 10 лет, соответственно, каждый год мы себя сертифицируем, поэтому мы вам обещаем, что у вас здоровье, никаких проблем после этого не будет. Ну, вот я предлагаю, давайте я попробую, вот, вы мне, как, я не знаю, где я его получу, здесь в Иркутске или где, вы мне его каким-то образом передайте, я попробую, есть, вот мои условия. И если мне это действительно поможет, а я тем временем проконсультируюсь все-таки у врачей по поводу этого препарата, и если у меня терапевт мой, как бы, его одобрит еще плюс ко всему, ну, или, по крайней мере, не запретит, да, то я дальнейшее, возможно, как бы, с вами сотрудничество продолжу, в том числе и за деньги. Вот еще один компромиссный вариант. Смотрите, ну, я не имею, к сожалению, права вам отправить бесплатные упаковки. Если бы я могла, я бы так сделала. Вот, какая красивая фраза. Ну, вот видите, как великолепно все вскрывается. Поэтому все это, разговор про бесплатность, это, в общем-то, ну, извините, не ваш адрес, это, в общем-то, циничное вранье рекламное. Смотрите, Олег, вас никто не принуждает, в принципе, препарат покупать, да, то есть, соответственно, если вам не подходит стоимость, вы можете абсолютно от этого отказаться полностью. Ну, вот. В целом, самый минимальный курс, который мы можем предложить, который я вам рассказывал, это 2380 рублей, это две упаковки. Давайте мне две упаковки, и если мне будет лучше, то я вам, как вам там положено, оплачу. А если мне лучше не будет, то, конечно, я не знаю, может быть, вы мне плацебо, как плацебо называется, да, продадите. Понимаете, в чем дело? Сейчас мы с вами говорим по телефону о кофе в мешке. Вы мне предлагаете за 5 тысяч купить какие-то таблетки, непонятно какие, под обещание того, что мне, возможно, будет лучше. Это даже не бизнес, это лохотрон вообще, да, согласитесь. Вы бы у меня купили что-нибудь вот сейчас по телефону, оплатили бы мне что-нибудь, чтобы я вам пообещал, что вы помолодеете завтра там или в течение месяца, там, на 10 лет, например, или там похорошеете. Вы оплатите мне 5 тысяч просто так, вот за обещание. Ну, если вы официальная компания, соответственно, производите препарат не у себя дома, а, конечно, я бы смогла это сделать. То приобретете, да? Если вы сами его не изготавливаете где-то дома у себя, соответственно, то, конечно. Нет, это не препарат, это другие способы, они как раз виртуальные и действуют. Вот вы даже уже в разговоре со мной уже почувствовали, наверное, по интонации моего голоса, и там у вас поменялось немножко настроение. Поэтому все это делается в реальности, все нормально. Поэтому, вот, ну я очень сомневаюсь, что вы мне сейчас пошлете 5 тысяч рублей. Даже, даже, несмотря на, там, я не знаю, самое ваше лучшее расположение, даже если я вам пообещаю, что это у меня суперфирма, если я печати вам приложу, то я вам могу любые бумаги предоставить, что вы за месяц помолоденете, там, и так далее. Ну, давайте придумаем. Ну, и также голограммы, штрих-коды, все, просто я проверила, что это оригинал не пойдет. Это все делается у меня на кухне, конечно, конечно. Я сам занимаюсь рекламой, я знаю, как это все делается, вот. Вот, поэтому я вам все голограммы, там, все, все, что надо, я вам сделаю, там, покажу, пошлю, я вам видеоролик сниму, там, как у меня женщины омолаживаются, или там, я не знаю, какие у вас проблемы есть, давайте мы решим, и с вами их за 5 тысяч, и, как бы, не будет никаких проблем, да? Тем более, что, как я понимаю, ваша фирма, она ведь гарантий-то никаких не дает, и ответственности никакой не несет, да? Ну, и, скорее всего, аптека тоже, потому что сейчас есть очень много, в принципе, клиентов, которые обращаются после того, как они... Ну, пока не про аптеку разговаривают. Ну, я имею в виду то, что вот стопроцентный результат вам никто не может дать, даже врач. Соответственно, мы вам предоставляем все гарантии качества того, что препарат не... Нет, ну как, ну, судя по тому, как мы с вами разговаривали, то вы мне обещали, вот, что через месяц у меня... Результат. ...снизится давление до нормы. Давление. Да. 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 Соответственно, если вы применяете препарат полностью по инструкции, без пропусков, как я тоже ранее говорила, и, соответственно, если у вас не будет никаких факторов, которые тоже влияют на ваши сосуды, это курение и так далее. Да-да-да, конечно, конечно, это безусловно. Сколько одна упаковка у вас таблеток? А сколько в одной упаковке таблеток вы имеете в виду? Ну, как я понял, вы мне предложили пять упаковок, да? Из них, как бы, две вроде бы бесплатно, да? А одна по полцены, цене, да? И за все вот это вот, да, вместо десяти или там девяти тысяч я должен заплатить пополовину, да? Вот. То есть, вот это пять упаковок, это на месяц, да? Да-да. Это на месяц, потому что там одна упаковка идет, объем в одной бутылочке 30 миллилитров, и тогда это на 10 миллиметров. Ну, значит, это три бутылочки все-таки, или сколько? Нет, это получается пять. Нет, ну, если одна упаковка, то на месяц, извините, да, выходит больше, чем месяц времени. Просто вы, само применение, в вашем случае, это будет 15 капель по три раза, четыре раза в день, соответственно, это может быть быстрее, чем месяц времени. Поэтому я и говорю, что одной упаковке хватает где-то от десяти дней, и больше может быть даже, потому что применять нужно будет часто. Тепарат, главное, на голодный желудок, чтобы усвоение было получше. Да-да-да, ну, то есть три раза в день, сколько мне одной упаковки хватит, то есть на неделю, да, или меньше? Да, да, где-то на неделю точно. Ну, вот, на неделю одна вот эта вот, вы говорите, бутылочка, значит, мне надо четыре, или вы предлагаете мне пять, а, как вы еще тут сказали, что две штуки, значит... Две можно, да. Две можно, ну, то есть, получается... Чтобы попробовать убедиться в качестве. Нет, а как я убедюсь в качестве, если результат наступает не мгновенно, насколько я понимаю, а в каком-то времени, да? То есть, когда наступит результат, по которому я буду убежден, что мне стоит купить весь курс. Вот о чем речь. То есть, ну, да, я выберу... А может быть, может быть, это сбивающий каптаприл, например, да, лекарство, которое собьет у меня временно, значит, это давление. Я обрадуюсь и побегу, там, значит, накуплю себе этого лекарства, которое в дальнейшем, все остальные бутылочки будут просто с газированной водой, да? Например. Смотрите, я вас поняла. Олег, в данном случае, я уже ранее говорила, соответственно, что препарат резкого давления не понятен, его нужно будет применять. Постепенно, по этапному же будет действовать в вашем организме, потому что действует по накоплению. Соответственно, за 14 или 20 дней применения того же стартового культа, я бы увидел результат. Это резкий скачки, как я ранее говорил, постепенно снижение давления, до вашей нормы. То есть, если для вас сейчас 160 это постоянно возглавление, то где-то, ну, вот здесь уже будет понижение до 150-140, здесь увидите результат. Дальнейшем, конечно, рекомендуется, почему-то заказывать. Ну, в принципе, заказать я имею в виду при стартовом культе, не при максимальном культе или там еще каких-то, а, соответственно, при двух упаковках. Потому что, в целом, вы начнете лечение, остановитесь на каком-то периоде времени и дальше в дальнейшем будет в любом случае рецидив. Так вы себя обезопасите на будущее, чтобы уже после... Вот вашими словами, как говорится, да, 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 мед пить или там богу в уста, да. Дело в том, что все вы так красиво рассказываете, но это же нет никакой гарантии. Я же вам говорю, что я вам могу рассказать, что вы разбогатеете, например, за неделю. Ну, для этого вы должны мне выслать, вот там, значит, купить у меня там 10 упаковок чего-нибудь. Ну, и так далее, и так далее. Пока что мы только разговариваем на уровне вот этого словесного гипноза такого, да. Я тоже умею гипнотизировать, я тоже могу зубы заговаривать. Поэтому давайте конкретнее как-нибудь. Все-таки вы мне бесплатно, как обещано у вас, что-то передаете, высылаете, даете или нет. Вот да или нет. Или это было вранье, или это все-таки есть какие-то возможности получить что-то бесплатно. Потому что эта ситуация, эта ситуация выманивает деньги у людей, я ее знаю, я прекрасно ее понимаю, что сначала все обещается-обещается, а потом обманывают. То есть вы понимаете, что вы занимаетесь, ну, если вы сейчас мне ничего бесплатно не дадите, как это было обещано, как это вам было сказано вот сейчас под запись, как это написано у вас на сайте. Если вы мне ничего бесплатно не дадите, а требуете от меня каких-то денег, то это мошенничество. Я завтра эту запись несу в прокуратуру, выкладываю на ютубе и так далее, и так далее. То есть мы с вами сейчас говорим все-таки о, ну, честной ситуации или о элементарном мошенничестве. Вот скажите мне, пожалуйста, вы мне бесплатно сейчас что-то дадите или не дадите? Олег, ты при любой из программ вы получаете бесплатные упаковки, как это написано было на сайте. Хорошо, когда, где я могу получить бесплатную упаковку? На почте три получения, и вы за одну упаковку оплачиваете, вторая бесплатная у вас получается? Нет, нет, нет. Речь шла о бесплатной акции, и именно там было написано даже для иркутян. Еще раз у вас написано, что для иркутян единственный день, 26 числа, акция под экидой Министерства здравоохранения России, как я понимаю, то есть официальная организация. Либо вы от ее имени, либо вы обманываете, что вы от ее имени. Причем самое-то страшное в этой ситуации, что вы, вы невольно, и вы лично тоже принимаете участие в обмане больных людей. Вы понимаете? Смотрите, я бы так тоже думала, если бы к вам не обращались люди, которые дозаказывают. К вам обращаются несчастные больные люди, которые готовы на все, и вот так вот цинично их обман... Которые уже увидели эффект от препарата, понимаете? Да, да, да. Ну хорошо, нет, прекрасно. Поэтому я бы так тоже думала, если бы не видела качество. Нет, прекрасно. Нет, ну а они бесплатно получили от вас этот препарат или за деньги купили? Речь идет сейчас не о препарате. Пусть будет хороший препарат. Я готов поверить и готов заплатить. Люди-то готовы больше заплатить. И я готов заплатить вам даже не 5 тысяч, я готов заплатить 15 тысяч, 20, 30. Люди, когда умирают, отдают последние деньги. Вот этим-то мошенники и пользуются при медицине. Вот в чем дело. Поэтому давайте исключим как бы вот этот фактор вот циничного мошенничества по отношению к больным, к пенсионерам, к детям, к старикам. Вот. Как вот, как нам избавиться от этого, как вам сказать-то, вот этой ситуации, в которую мы с вами попали? Вот перед вами я, инвалид третьей группы, больной, старик, да, действительно, реальный. Это все завтра будет как бы вот представлено, мои все эти кардиограммы и так далее. И вот ваша фирма, которая пообещала мне в качестве исключения и так далее, так далее, прислать бесплатный препарат. И речь заканчивается о том, что нет, бесплатно вы его не получите. Вы отстегните от своей пенсии половину и заплатите. Вот тогда, интересно, да, ставится вопрос. Бесплатно получите, когда вы заплатите 5 тысяч. Вот. Вот ключевое. Вы получите бесплатно, если заплатите 5 тысяч. Ну, стандартный вариант разводки. Такой бандитский, почти бандитский. Смотрите, у меня нет, извините, столько времени, то есть мы уже почти 30 минут с вами разговариваем. Да, да. А вы думаете, у меня есть времени в полночь заниматься вот этим лохотроном? Вы меня обманули сейчас, вы мне позвонили, вы меня разбудили, можно сказать, среди ночи. Вы мне понаобещали и в конечном счете сказали, что я должен заплатить 5 тысяч. Нормально, да? У меня тоже нет времени. Так как мы решим вопрос? Или вы все-таки исполните ваше обещание, или вы все-таки меня так и оставите с обманом циничным с вашим? Ну, у меня, к сожалению, нет возможности отправить вам полностью, полностью бесплатно там препараты, например. Девушка, бросьте вы эту работу. Вам совесть надо свою как-то почистить. Мне, видимо, сосуды надо почистить. А вам все-таки там в Москве немножечко надо с совестью разобраться. Так обманывать провинциальных стариков, это, конечно, очень некрасиво. Ну что, не хотите мне бесплатно прислать что-то на пробу? Не можете. Не можете, да? То есть ваш ответ? Не могу. Нет. То есть, все? Ну все, до свидания, всего доброго вам. Все хорошо. Еще раз, моя просьба. Вам жить. Вы знаете, что... Вы спрашиваете, а как быть, вот почему дети-то страдают, болеют, например, там, или еще проблемы какие-то? Они-то не виноваты, да? Я говорю, нет, к сожалению, дети-то, может быть, вот лично не виноваты, а виноваты их родители. Ну, у индийцев это карма называется, у русских это называется судьба. Вот вы сейчас закладываете для своих детей соответствующую судьбу. За ваши грехи будут расплачиваться ваши дети. Подумайте об этом. До свидания. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok